В самом начале географы и картографы Армения называли регион Азии. Поначалу это был просто регион, азиатский регион, а армянами назвали всех, кто его населял, всех без исключения. Причем большинством тех, кто населял Армению, были мусульмане. Просто человек живет там и его называют армянином. Известный исследователь ближневосточной истории Филипп Эказианс говорит о том, что одни и те же слова и термины могут быть в различных временных промежутках означать совершенно разные понятия. Чуть позже армянами стали называть христианскую секту. Из региона Армения попытались сделать государство, христианское государство Армения. Действительно, таких примеров в истории немало. Волжская Булгария находилась совсем не там, где сегодняшняя Болгария. Современная Албания совсем не там, где находилась Кавказская Албания. А слово «германик», восставленное римлянами на одном из камней Габустана надписи, вовсе не означает, что здесь прошли немцы. И едва ли меньшая путаница наличествует и в отношении армян. Рене Декарт как-то сказал, уточните значение слов, и вы избавите человечество от половины заблуждений. Это особенно важно, когда речь идет об истории и событиях далекого прошлого. Филипп Эказьянц предлагает армянам взглянуть на себя со стороны. Мы тоже присоединяемся к этому призыву. И может тогда прекратятся разговоры о самой древней нации, о самом первом христианском государстве. И армянские националисты пересмотрят свою агрессивную захватническую политику в отношении соседних государств. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!